Дорогие друзья, уважаемые журналисты, соотечественники, я очень рад сегодня вас видеть, очень рад тому, что я сегодня здесь сижу, и очень рад тому, что в то время, которое мне судьбой, наверное, предначертано, я вышел здоровым, живым, и хотелось бы вас поблагодарить за журналистов, соотечественников, коллег, которые за все это время поддерживали меня, поддерживали семью мою, поддерживали родственников моих, близких. Конечно, добрым словом это, наверное, очень мало будет, но тем не менее, тем не менее, еще раз хочу я поблагодарить вас, и также пожелать вам счастья, здоровья и благополучия. Ну, хотелось бы, прежде чем к вопросам, наверное, да, я, наверное, чуть-чуть остановлюсь, да, там 5-7 минут, вообще, наверное, сейчас интересует, наверное, народа, как я вышел, да, наверное, да, как посадили, все знают. Вышел, наверное, я, по-моему, один из единственных политиков, который отсидел до звонка. То есть я, Тюлеев, как бы задают вопросом, что год мне отсидел 11 лет. Если все это суммарно посчитать, СИЗО 2,5 года, плюс 2,5 года, 47-я, колония 47-я, то есть у меня получается суммарно где-то 6,5 года, 6,5 года. И амнистию я получил самым последним. И получил я, как обычный, простой гражданин. Если вы помните, если вы помните, когда все это дело началось в 2012 году, изначально для себя и для своих родственников, для своих близких я принял законный путь решения. Не путь решения там перекрытия дорог, не путь решения там митингов, забастовков, не путь там других каких-то переговорных, я для себя решил законным путем. И вот чисто для себя я прошел все эти пути. Здесь сегодня вопрос не стоит о суде. Да, есть решение судей. Ленинского, городского, верховного. И какое бы она решение не приняла бы, какое бы она решение не приняла бы, я исполнил решение суда. Сегодня многие вопросы, многие муссируются, что Тюлеев взял вину на себя, раз заплатил. Это не так, уважаемые друзья. Уважаемые журналисты, это означает то, что Тюлеев исполнил закон, которого требовалось от него. Я исполнил решение Верховного суда, где было написано черно-по-белому Тюлееву заплатить 2 миллиона по первому эпизоду и 30 миллионов по второму эпизоду. Но я заплатил, я заплатил около 61 или 62 миллиона. Почему я заплатил эту сумму? То есть не я, а родственники мои заплатили. Мои родственники заплатили за всех ребят, за всех моих коллег, которые оказались там. Ну, потому что, все-таки, нету там их невинной. Я до сих пор себя считаю, что по вот этим делам, раз я на свободе, раз у меня есть документы, у меня есть мои документы о нашей невиновности, то есть мы и дальше будем судиться. Парадокс такой, что если бы этот суд, который суд у нас, Ленинский, городской, проходил в Китае бы, в Китае бы меня оправдали, потому что у меня есть официальные документы, я просто с собой не взял, где-то у ребят, наверное. Где правительство Китая, правительство Китая, там подтвердило КГБ Китая, я не знаю, как она правильно называется у них, Комитет госбезопасности Китая, Министерство юстиции Китая и Министерство иностранных дел подтвердило нашу правоту. Но, тем не менее, мы сели, тем не менее, нас осудили, тем не менее, мы выплатили ущерб согласно решению суда. Вот это, уважаемые журналисты, у меня просьба к вам большая о том, что мы оплатили ущерб согласно решению суда. И в связи с этим, в связи с этим, в связи с этим, нам применили амнисию, амнисию 2010 года. В этой амнисии написано, что амнисия применяется лицу, если лицо подсудимое заплатит 50%. Мы заплатили 100%. Если когда-нибудь суд, международный суд, к которому мы сейчас готовимся, сейчас все документы мы готовим на английский, чтобы все это подготовить, потому что там очень тяжелая процедура, если мы эти суды мы выиграем, я обратно, я обратно те деньги, которые мы уже заплатили, я не запрашиваю. Я вам слово, я вам говорю. Анан, жена, дағы бір жол, айтип көте, дағы бір жолы, бурмато журналистер, бурмато қырғы селим, бұл жена төлеперге нақча, бұл мойым қалғанымез. Мен ұшуақат ең, дағы ле айтуты, мен дүні өм дүрді. Мен бізде, менде дақмеліктер бар. Мисалы, мұна азыр, мәрімбайтың сот толықтың Ұшыес, Исалы, аны Мәрімбайыпқа, екі депутаты較сететіktің сұтатымын changerしы да Ақчанын. Нәрімбайов алған деп, маға мені соттға отқанда, бір швидет ceremony temas неолыған емес, бір үйой қолымен думаю бір солт көлемес и біри документ ісмен соқты ұшқанымын. Но тем неменple," мұна мақыл ол бүгін сушен сотни чечен телепердим мы замды мы на жопу сотни чечем и я на греки бочеды юрген на тыргыз карапайм балдар телепер отбой вошел до тыргыз карапайм балдар дайле борт менту андарым бюлтан даруна телепер естественно санкций дуршал дар байкен апостолы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть речь уже здесь идет о том, что господин Нормаев, нарушая все каноны Уголовно-процессуального кодекса, все каноны служащего, пользуясь тем, что я оказался в тюрьме, пользуясь тем, что у меня отец умер, пользуясь тем, что мои дети остались как бы без отца... Продолжение следует... Обычного крызлского гражданина, который, наверное, и у вас есть родственники, близкие, который проходит всю вот эту нашу... Иерархию нашего правосудия. И вот специально для себя я выбрал пройти это. Я прошел. Спасибо. Мы, по-моему, уже плавно переходим к вопросам, да? Но здесь Айзада, по-моему, уже сняла, да, вопрос свой? Здесь среди вас присутствует Айжамал Клоп Кейджи. Да, пожалуйста, Айжамал. У кого? Ребята, микрофоны, пожалуйста. Вот Вы сказали про амнистии, что Вы, фирменалист Наринаев, писал о Вас и говорил, что амнистии, по которым Вас освободили, они неприменимы, поскольку распространяются на граждан, которые участвуют на как-то событиях, на женщин и так далее. Как Вы, фирменалист Наринаев говорил, что амнистии, по которым Вас освободили, не распространяются на Вас, неприменимы к Вам, потому что они были приняты, когда было временное правительство, и не распространяются на граждан, на женщин, на тех, кто участвовал на как-то событиях и в опрессе с эволюцией. Давайте так. Так, если взять, за годы существования нашей независимой власти, вышло около штук 20-25, наверное, амнистии, да? Штук 20, наверное, 20-25 амнистии. И сейчас, в данное время, готовят еще одну амнистию, да? Это там 20-летие, там, чего-то там. В общем, каждую юбилейную году и Акафь, и Бакиев, и все власти применяли амнистию, да? А, вот, если бы, если бы, вот, помните, есть русская такая пословица, да? Если бы, если бы, если бы, если бы, если бы, кто-нибудь неправильно применил бы мою амнистию, то, если бы, да, я вас уверяю, этот человек бы не сидел на работе, его сняли бы и закрыли бы. Поэтому, когда мою амнистию смотрели, да, там просто под огромным микроскопом смотрели, рассматривали. А я просто, как обычный гражданин, я просто ждал, когда бы мне применить амнистию. Спасибо. Мария Аглова здесь присутствует, аргументы и факты. Аргументы недели. Меня просто не видно, я здесь. У меня вот такой вот вопрос. Вы в своем ответе на кыргызском языке, да, немножко, затронули дело... Включите его, включите. Я бы хотела... Меня слышно? Да-да-да, слышно, да. Кондарбаева, мне бы хотелось бы узнать ваше отношение к его действиям в адрес вас, вашей семьи и вообще ко всему делу, которое сейчас рассматривается в его отношении. Спасибо. Ну, я же сейчас, как бы сказал уже, остановился о том, что я не сторонник там, мстить там, я не сторонник там, что-то такое черное себе держать. Но человек, понимаете, человек, который попал в беду, и у этого человека остались дети, и лично команда Нормбаевым, была дана команда Финполу, правоохранительным органам, мочить детей Тюлеева. Только для того, чтобы я согласился написать помилование. Я уверен, здесь это было чисто его, потому что никто не мог на такое пойти. Понимаешь? Понимаете? Это первое. Во-вторых, я же говорил, что Нормбаев, Нормбаев, это можно проверить по СНБ, сколько он в СНБ приходил. Ведь его никто не просил, чтобы он приходил. Он приходил в больницу СНБ, его никто не просил приходить. И вот он всем приходил, предлагал разные помощи. Давайте вот так сделаем, давайте я президенту так скажу, давайте я президенту так преподнесу. А до этого, когда нас закрывали, ведь он преподносил, все по-другому же, для того, чтобы закрыть. Понимаете? Поэтому я считаю, что Нормбаев, возможно, сведения, которые его сегодня оправдывают, бегают, еще решение суда не вступило. Мы никто не можем про него сказать, что он преступник. Но тем не менее, тем не менее, когда меня осудили, я ни у кого помощи не просил. Я ни у кого помощи не просил. И никто из депутатов, и никто из депутатов в судебные дела не вклинивался. Понимаете? Тот же наш многоуважаемый Евгений Черкешович, да, когда была создана комиссия по Тюлееву, да, помните, да, наверное, да, если поднимете решение этой комиссии, там было черно по белому написано, что Тюлеева неправильно задержали. Тюлеева задержали по статье особо тяжкому. Тюлеева особо тяжкого преступления не совершал. Знаете, что такое особо тяжкое преступление? Особо тяжкое преступление, это когда я депутат, вот здесь, если я кого-то двоих убил, и на месте преступления меня задержали правоохранительные органы, это считается особо тяжким. И когда идет вот такая шумиха, что Армбаева надо выпустить, почему он его должен выпустить? Кто такие, чтобы мы, Тикибая, мы кто такие вообще? Почему мы в Рыщене вообще в суд клиниваемся? Это суд должен решать, и никто не должен давить на этот суд. Тем более, я вам сказал, что для себя, для себя, я знаю, знаю, да, он преступник. Он пользовался своим служебным положением, он пользовался телефонным правом, потому что все суды и та же Конституция, которая тогда, помните, в 2013 году, да, она же делалась под Армбаев, чтобы Армбаев потом стал председателем Верховного суда. И когда это поняли об этом в администрации президента, президент это понял, все это остановили. И вот эти слова, я вам скажу, что это не просто слова, а этим он меня, он висит на меня, мне говорил. Я стану Верховным судом, тогда ты пожалеешь. И вот те решения, которые мы сегодня получили, то есть это вчера вот в Азаттыке, наверное, все, наверное, смотрели, Сахмаматор сказал, что Тулеев неправильно задержан был, Тулеева неправильно осудили, Тулееву неправильно конфисковали, то есть третьих лиц. Ну как можно, вот, уважаемые журналисты, как можно конфисковывать, конфисковывать, один пример, я скажу, да, дом бывшей моей супруги, в которой я уже почти 14 лет не живу. Ну как можно, вот этот дом конфисковать, да, это же полный бардак, это же полный беспредел. Вот, пойдя на это, да, суды, сегодня они сделали нонсенс, что вот такой бардак, оказывается, в нашей стране происходит. Друзья, пользуясь права модератора, немножко, очень тяжелые темы пошли, немножко позитива. Нариман Ташвилович, вот вы 4 года отсутствовали в нашем обществе, да, мы знаем, что вы очень много сил отдали нашей столице. Вот скажите, вот через 4 года как он преобразился? Вы прошлись по улице, успели это сделать? Ну, я все эти 3 дня, по-моему, пешком и хожу, ну, город, конечно, изменился, город изменился в хорошую сторону. Идет строительство, это значит хорошо, это значит, люди работают, люди зарплату получают. Конечно, ну, во-первых, я, как бы, как правильно высказать это, был опьянен свободой, да, или как там? Опьянен свободой, да? Вот я даже, вот сейчас, вы меня правильно тоже поймите где-нибудь, да, все-таки 4 года я с вами не общался, 4 года я с прессой не общался. Когда, помните, Ходорковский вышел, мне его такое понравилось, я смотрел по телевизору. Ой, говорит, когда я заходил, говорит, айфонов не было, а сейчас вот видите, айфон появился, оказывается, двигается. Ну, конечно, я так не могу сказать, потому что все-таки я это, как бы, видел, смотрел эти вещи. Поэтому, конечно, я очень рад, что город растет, город не стоит на месте, и думаю, у города большое будущее. Следующая очередь, Диля, пожалуйста, Заноза. Здравствуйте, Мария Маджи Булат, о чем я сразу был вопрос, и первый вопрос касательно вашего здоровья, была справка о том, что у вас на четвертой стадии, это было еще в 2013 году, когда районный суд был, как у вас, как у вас, как у вас, как у вас здоровье. Это первый вопрос, и правда ли, что для того, чтобы выйти на свободу, вы от выплаты ущерба, вы остались почти с половиной недвижимости, то есть у вас какие-то обостройки, как бы, забирались, там, вычитывались, да, из каких средств это вы плачете? Ну, насчет здоровья, насчет здоровья, я не знаю, откуда это взяли, четвертой степени, не, 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 там не четвертой степени, не четвертой, я, да, у меня не лекомия, а есть такая болезнь. Я лечился, я это никому не афишировал, и будучи работой на железке, и в мэре, я лечился, я каждый год два раза ездил в Германию, проходил все процедуры, там, химия, эти, ну, и, ну, я вам скажу так, чуть-чуть сейчас, как бы, мне надо, свои дела сейчас, все-таки у меня отец, я отца потерял, я, мои родственники ждали, пока я выйду, надо аж, покрылся, я говорю, аж, с ажен берег, кутылок, после этого у меня матушка сейчас не встает, больна, к сожалению, и мне, наверное, чуть-чуть время для того, чтобы на ноги маму поставить, наверное, у всех, наверное, у всех, наверное, есть, маму, мы знаем, что такое мама, и я сегодня не отхожу от нее, мы вместе кушаем, я ее кормлю, и это мне радует от того, что она есть с моих рук, когда-то, наверное, я кушал с ее рук, а сегодня она кушает с моих рук, мне это радует, и потом, я, наверное, поеду лечиться, поеду лечиться, свое здоровье я держал, друзья мне с Германии пересылали лекарства, к сожалению, 47-я колония, они не умеют, и у них нет лечить эту болезнь, и в основном, чтобы держать себя, я занимался спортом, и спорт, я занимался интенсивным спортом, чтобы держать себя как-то, и я вам скажу, что последние два с половиной года спорт мне помогла, Ну, все-таки, есть у вас, было ли, как бы, рецидив какой-то по онкологии, вот уточняющий вопрос? Ну, я вам скажу, что я четыре раза, четыре раза меня оперировали, я думаю, это достаточно, да, четыре раза оперировали, и сегодня, сегодня, я не знаю, я в каком состоянии нахожу, потому что последний раз томографию мне два года назад, там был рецидив, что увеличивается, и поэтому, возможно, через месяц, через два, возможно, если матушка моя на ноги станут, возможно, я с ней, я ее в Германию заберу, потому что мне надо ее показать и себя показать. Ну, значит, прежде всего, вам надо маму на ноги поставить. Конечно, 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 есть же у нас, да, 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 да. выплачивался ущерб государству то есть вот эти 60 миллионов сумм по какому курсу это было в суммах выплачено в долларах и правда ли что у вас отбирали недвижимость для того чтобы в частности торговый центр караван и весна окажется был ваш уже вроде как и не ваш развейте мифы я вам скажу так я всегда говорил что я не из бедных да было такое да да было да и родственники мои занимаются бизнесом они сегодня выплатили считайте что кеша квартира отдали по дешевке понимаете недорого там по сумму то есть а государство которое оценило по моему часть вот мы попросили оценить и государственную компанию да вот миниверситета по моему и частную компанию да государство оценило дороже мы отдали по цене частной компании то есть намного дешевле независимая цена да да мы отдали и решением правительства там было распоряжение правительства правительства приняло эти квартиры и мы отдали то что касается там караван там весна она находится у нас нашей семьи и сегодня сегодня идет судебные дела судебные дела потому что да верховный суд принял решение но верховный суд принял решение по мне а эти вещи эти здания они находятся в других частных лицах других и поэтому там идет судебные тяжбы я еще раз говорю мы до последнего здесь попытаемся мы до последнего здесь попытаемся и если мои родственники близкие не найдут конечно здесь правды то понимаете вот эти же судьи которые принимали это решение то есть Сарьев плюс городской суд плюс Тургамбаевский суд вот вот семь человек которые участвовали вот в этом деле они нанесут Кыргызстану такой ущерб потому что вот если мы обратимся в международные суды мои родственники они же выиграются потому что здесь полный беспредел потому что не у Тилиева забирают а у других у третьих лиц забирают и у международного суда есть только одно акции Центера да бедные Центера да они эти акции да там на 50 на 100 миллионов просто арестуют и потом наш кыргызский народ скажет Тулеев арестовать это да не Тулеев а эти семь судьи которые принимали эти решения спасибо так и возвращаясь к Кокмазову а есть ли шанс что вы отзовете свои претензии если он вознестит тоже в свою очередь ущерб нанесенный вам вашей семье вашим родственникам какой ущерб материальный моральный моральный какой ну если какой то денежной эквивалент вот те люди которые сегодня болеют за Нарымбаева да я скажу они ему наоборот хуже делают хуже если вы посмотрите просто решение первой инстанции да первомайского суда вот этого эпизода там нет его не осуждали по 50 тысяч понимаете вот который сейчас умрет Черкешев поднимает вот вчера в азотеке депутат Шикмаматов сказал что Нарымбаев это ведь решение первой инстанции вот этого эпизода нет ну раз они начали этот эпизод раскачивать да Нарымбаева осудили по второму эпизоду по 100 тысяч по 100 тысяч вот ему 3 года дали хотя другие люди другие которые попадают за курицу там или за 700 долларов да тот же Яман Алиев да по моему со счетной палаты за 700 долларов он 10 лет получил а Нарымбаев за 100 тысяч получил 3 года где справедливость вот здесь вы должны искать справедливость здесь нету справедливости это во первых во вторых раз этот вопрос начинает эту тему мы будем ходатайство сейчас в городском суде чтобы именно вот этот вопрос именно вот этот вопрос 50 тысяч добавили добавили и рассмотрели в городском суде и если суд этот вопрос рассмотрит Нарымбаеву минимум еще 5 лет добавили ну это уже его братья не мы раскачали они сами раскачали нет я просто говорю вот этого решения вот этого решения 50 тысяч от которых вы сейчас подняли этот вопрос в решении первой инстанции нету вот нету и юристы и никто который сегодня помогает Нарымбаеву они даже не посмотрели вот это решение прежде чем помогать кому-то надо всегда смотреть решение суда и в решении суда Нарымбаев проходит по 100 тысяч долларов 50 тысяч долларов нету там то ли судья забыл то ли судья развел я это не знаю я далек но этот вопрос мы будем сейчас ходатайство потому что этот вопрос включили и судья должен рассмотреть этот вопрос и не дать юридическую оценку то есть в сегодняшнем дне этому юридическую оценку не дано спасибо Дарья Абадонская пожалуйста 24 кида я опять возвращаюсь к делу Нарымбаева Картмазова скажу сейчас четко и ясно ваша дочь Назбуль Тюлеева действительно ли давала эти деньги Нарымбаеву через Картмазова действительно ли Нарымбаев вымогал их и если вы говорите что до этого он вам неоднократно угрожал он вставлял палки в колеса когда вы и ваши закамерники готовили заявление об амнистии да то как вы вообще могли тогда к нему обратиться ну во-первых я к нему не обращался это ну вот 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 и это наследство и это он сам лично говорит о том что вот обычный простой человек да вы позвоните руководит аппарата запишитесь ему на прием вы где-то месяц полтора два будете ожидать и возможно он вас не примет возможно вам поможник выйдет скажет какой вопрос вы хотели бы правильно то а тут господин Нарымбаев ему ей двенадцать часов звонит дочь а на следующие часа два два часа дня он его записывает здесь тоже есть наверное вопрос да во первых во вторых во вторых на счет 50 тысяч долларов да вот сами посудите да я Тюлеев Нариман заключенный мне кто поверит да мы обратились правоохранительные органы там просто смеялись ребят ну чего вы ты кто такой вообще он не может такое делать не может на такое пойти и это был это был целая операция и пусть Нарымбаев радуется что его с поличным не поймали и только благодаря спецслужбам что они поспешили и благодаря Каргмазову что он сразу сдал Нарымбаева да понимаешь вот благодаря тому вот так получилось а так Нарымбаев должен был после того как Каргмазов вот когда любого человека задерживают ну любой человек должен хотя бы там час-два там артатиться да хотя бы да здесь наш уважаемый Каргмазов сразу сдал просто руки поднял сказал это не мои деньги я это Нарымбаеву не снес то есть вот здесь операция сломалась а так через два часа должна была встреча дочка Нарымбаева и Каргмазова где должна была пройти то есть шла съемки видеозаписи записи то есть санкции то есть вот этот целый механизм вот на Каргмазе сломался а так Нарымбаева с поличным поймали бы потому что он сам лично назначил встречу в Пешкейк-парке четыре часа по моему четыре или пять часа там должен быть дочка моя и Каргмазов и пусть он радуется что так произошло то есть то есть Назгуль ваша дочь она действительно через Ольгу Котикова передавала эти деньги он действительно вымогал эти деньги конечно конечно и было много попыток чтобы он вернуть мне так по черным кодом чтобы сказать давай короче когда его уже закрыли конечно конечно то есть кто только не выходил ко мне кто только ко мне от него приветы не передавал чтобы давай я вот верну верну ты как бы это потом пусть дочка как бы там да там дурочку включить туда-сюда ну я же вам сказал что я изначально принял вот я вам скажу да за шесть с половиной лет если можно сказать да четыре года сейчас вы опять начнете четыре года опять скажете за шесть с половиной лет которые отсидел три начальника один начальник СИЗО ушел за вымогательство один начальник больницы ушел тоже полковник да за вымогательство у Тулея пятьдесят тысяч долларов только для того чтобы чтобы он мне устроил больницы и один начальник сорок седьмой зоны вот если бы я кого-то там покупал если я кого-то там плохо ввел я бы наверное думаю эти начальники СИЗО сидели бы на месте да продолжение продолжение коротенький коротенький вопрос очень быстро походили разговоры что у нас Гутилиеву принуждали поменять показания изменить это правда ну вы знаете это ошибка правоохранительных органов вот я за эти годы уже стал юристом да ну хорошо дали поручение да да поручение дали прежде чем раз поручение получили они должны следственные органы должны были дождаться суда перед судом ходатайства о том что в связи с тем что вот такое поручение просим делать вернуть в СНБ и доследовать не делая это наши следователи начинают по одному вытаскивать ее там и других и о том что что там было я даже не знаю но факт то что что они их приглашали факт то что они проводили какие то эксперименты это вы знаете это это полный бардак это это наплевательство на городской суд и все мы и так это много с так в 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 Продолжение следует... Урмадту Сареев Тёрт барак кағас менян оқыған Мына Понимаете? Тёрт барак кағас Он екемге 13 минут менян Оқып эрген Сотто Кандайгана жарам бол болсын Кырк барак болу Юс барак болу Сот оқыш керек Сафчен кән сотуң көрдің көрбе 3 күн, 4 күн сот оқығыдар Туралы Жерде Урмадту Сареев 12,900-да Басын оқып тұрп, аяғын Преговорды оқып көйді Емесін деріп оқып көйді Аға 10 күнден біз 10 күнден емес Біз 15 күнден қағас алып 15 күн, 20 күнден қағас алып А жерде Юс елі барак кағас Юс елі барак кағас Туралы жа, турамес бі Бұл Сареев Бұл Бұл жерде турамес бі Бұл ұпықаны законды келеттіп Башқа турамес бі Ағы мақылға біз шарға вердік Шарға мақылғай біз Бұл қағыныға бердік Верқоңдыдан емін мақыл бұл 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 Мақыл бұл 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 қаққа орысым Верқоңдыдан 7 митра 7 митра 7 митра 8 митр Бұл жерде Түлеев Корниенка бешен баев тигел толу гуляли иммундайда азиры без пола утра генели без пола без пола нын балдару а без пола нын атенесу арбошады без пола на тене си маагу неге гелу и лен хорошо си саясатка гриппеттин из номона мебель балдармену отрапу на балдарым джорамызды анан гриншиден осол десет болу тэлэп бааттин чар таралды екеншире жанна жоу орк сорт чечен тэлэп бульсот бульсот мина сезер гайтып ой буль мисалы ушменынне калуай мисалы че меназы генеральный прокуратура барану мен да башка яқар президент кайырлан мен да башка яқарану антене антене мина иножирде манаке китай ек мөеттен китай ек мөеттен мұнан документтыртран му нан урон жерде мұнан ек мөеттен келеттік емес китай ек мөеттен мұнан бичаттарай бүл эсін бүс китай китайдын күгі бүсі қытайдын аааа мен министерлиі 100-300-300-300-300-300-300 мянатта мүнан болдықтингтар түрген афтаус по иенча мусора ос по иенча и герда сутат подыма и герда сутки тайда олгонды мен таптаза чик кетмет кун дроп телекарши она ореке норма и токун барма и пене туга маят суток и не менять телекарши сорт он был я мельмена амалом и койсы учусь и меня муришь истин азарь и койсы мина удаха беру отчат удаха беру оттап антене а байага бис салла сезон бутылка ландарма сезон бутылка маста сезон бутылка андарды кишине сроку я же сказал сегодня прохлад сегодня я И мои родственники, близкие, третьи лица подали в гражданские суды. Все дела находятся в гражданских судах. И никто, наши имущества никто не арестовал, никто не забрал. Это все неправда. Это, думаю, дело наших недругов, наверное. Сегодня, пока все три инстанции не пройдут, мы, родственники мои, будем готовить документы в Международный суд. Какое именно можно уточнить? Потому что, как бы сказать, их много. Там, я не знаю, Гага, Женева, там куда? Ну, давайте это пока рано говорить. Ну, я думаю, во-первых, первое пойдет, это ООН, комитет ООН. По правам человека? Да, по правам человека. То есть, второе пойдет. Ну, наверное, там несколько судов, наверное, будет. В том числе и ко мне, я вам скажу о том, что после решения Верховного суда, ко мне очень многие выходили адвокатские конторы, международные адвокатские конторы, которые уже сегодня готовы это дело начинать в Международных судах. Продолжение следует...